Мадави спрашивает, что он спрашивает? В читании «Черри Тамрити» Агелила, четвертая глава Стих 60-й говорится «Энергия холодильни приносит наслаждение Кришне и поддерживает духовную жизнь его преданности» Радарман, меня слышно хорошо? Просто здесь шумно и на всякий случай Комментарий «Когда энергия наслаждения проявляется в сердце преданного, это называют любовью к Богу» Вопрос, что первично? Мы предаемся Шлемате Радике, а она дает любовь к Кришне или же Он дает служение Ей? Мы начинаем с Градишей сегодня Ага, 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 ага Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Мы берем shelter от Тельки-шантра Шримати Радхика, и она дает любовь к Кришнау. Он дает любовь к Кришнау. Он дает любовь к Шримати Радхика. Мы берем shelter от Тельки-шантра Шримати Радхика. Он дает любовь к Кришну. 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 Он дает открытый секрет, вы знаете? У меня есть мой аккаунт, самый любимый Радхан. Когда мы прогрессируем, это правильный способ. Радхан Прабова отвечает, когда мы развиваемся, правильно так. Потому что Рада и Кришна всегда сотрудничают. Они все делают взаимно, вместе. Чтобы усилить счастье. Чтобы усилить счастье. Он дает любовь к Кришне Радхика. Поскольку мы живые существа, и она начинает чаритам это сказано. Живира Сварупа Гой нитя Кришна Дас. Кришне Радхика Шакти Бейла Бейла Прабова. Мы одновременно едины с Ним и отличны от Него. Но у нас есть наша личность, индивидуальность. И Кришна хочет, чтобы наша личность полностью проявилась, духовная, то есть Сварупа. И поэтому он проявляется в милостивом образе Крипа Мурки, как Шилу Гурдеев. И Шилу Гурдеев объяснит, кто такой Кришна, то есть принципиально, кто он такой, Кришна Таттва. И суть этой истины о Кришне, в науке о Кришне, в том, что он полностью очарован любовью своей Матью Радхики. И таким образом он превращается в Чайтани Махапрабху. И мы пришли в такое удивительное время, мы так удачу, что пришли именно в то время, когда Кришна пришел в настроение служению Шилу Гурдеев. Нет звука, нет звука. Нет звука. Не слышно. Рады, рады, не слышно ничего. Рады, мы не слышим тебя, мои дорогие. Рады, 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 рады. Рады, 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 рады. Продолжение следует... 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 В этих играх Кришна Враджа очень простой. Он пастушок, мальчик, маленький, во власти любви Враджабаси. И особенно гопи, которые могут его ругать, могут прогонять. И вот эта вот такая любовь, это то, что произошло 5000 лет назад, она не была понятна людям. Они не понимали его отношения во Враджае. И особенно его отношения с Чематерадикой, потому что она замужняя женщина, а он не её муж. Это было непонятно. Они могли понять его во вдвараке. Он там царь, он там бог, у него есть жёны, законные жёны, хорошее поведение, хорошие примеры общества. Это они понимали. А то, что происходит во Вриндаване, они не понимали. А Кришна со страданием думал, я хочу, чтобы они присоединились к моим самым сладостным играм во Вриндаване. Особенно моим лилам с Чематерадикой. Но они этого не понимают, этих игр. So now all living entities are very lucky because when they worship, really, Кришна, they must always be under the shelter of Симатирадарани. And Кришна teaching himself in the form of Shri Sachinanda Nagaurahari how to take the shelter of Shri Matiranika. How to become one with the mood and the love and affection that is the topmost. In Sanskrit, it is called Madhanakya Mahabha. It is not from this world. How to experience and realize this Кришна tries again and again because he is thinking how much he loves me I want to know and why she finds me so attractive and sweet. What is he realizing when she sees me and how great is her love. So for that reason Кришна himself wants to become Radha Dashya. Итак, Кришна, чтобы помочь дживам понять сладости Тигра Вриндауани он приходит как к Махапрабу и в этом образе он вдохновляет джив служить Шимати Радеке и таким образом постичь высочайшее настроение в любви Маданаке Махабау которая не проявляется в материальном мире ее нет в материальном мире то есть только если сами Рада Кришна проявляют свои игры в материальном мире вот в их играх она проявлена этой любовью. Дживы не могут проявить такую любовь. Поэтому как Махапрабу он дает это Махапрабу я сказал что он пришел к этому к этому к этому дживу к чему служить Шимати Радеке к дживу дживу к махапрабу его мут but especially compassionate, it is therefore called audharyā. Audharyā means topmost kindness, donor. No one has given this day at any time before. In one day of Brahmā, only it is being donated. Anarpita carim cirat karunaya vathurna kalau samarpayitu munat utvala rasamsa bhakti Sri, on the beauty of the surface of Srimati Radhika that is called rāra palya dasi or manjari vāva. So, Krishna wants to distribute that. It is his heart's desire. Because he sees living entities in this world, they are lost. They don't know what is real happiness, what to speak. They do not even know that there is spiritual, eternal reality of Vrindavan. I must help them. I must be kind to them. So, with him, all Radharani now very happy. All Radharani servants also very happy. They all want to come. So, Rūpa manjari comes as a Rūpa Goswami. And Raghunadas Goswami as a Rāti manjari. And all Guru Parampara, in the light of Sri Rūpa, they want to help us conditioned Jīvas to appreciate and to realize what is real happiness. That is to increase the love and affection, the happiness of Sri Krishna when he is serving Srimati Rādharani. Jai Vrajājana Prabhu, please be kind to me. I can translate sentence by sentence. What you do, you do. I couldn't translate my memory. What you understood, you share. I want to translate all. Living entities in this time, they are all very fortunate. Живые существа в наше время очень удачливые. Как об этом написано в читании Чаритамриты, Анарпита, Чаримчара. Почему они пришли в очень редкое время, когда раз в сутки Брахмы Сам Кришна в образе читаний Махару приходит дать речайший дар? Сам Кришна в настроении Симати Радхики обучает их. Он обучает их, как стать рада-паллиадаси. Таким образом, дживы следуют за ним и поклоняются этакому Кришну на стороне Симати Радхики, который есть Гауранга. Что значит Гауранга? В этом слове четыре слога. Гаура-анга. Рада Кришна. Это переводится как Ра-да-кришна. Четыре слога. Гаура-анга. Четыре слога. И Рада Кришна. Четыре слога. Нон-дifferent. Но сейчас очень специально. Потому что только с Радхарани он может это дать. Когда Кришна в себе он не может дать. Он не может дать. Он в Браджа. Сын Нанда Махараджа. Только с Радхикой, когда он во Браджа, сын Нанда Махараджа, он может дать. Один нет. Нанда Махараджа так же пастух. Его дело это заботиться о коровах, получать молоко, делать йогурт, из этого делать масло, потом ги. И ряженку делать тоже. Ряженка. Все продукты он имеет. Ряженка is a kind of Russian продукт, like йогурт, но не йогурт. Очень вкусно. В Бхагавад-гите Кришна говорит то, насколько вы предаетесь мне, настолько я вознаграждаю вас. Но когда он приходит в нашу эпоху, сейчас, то есть это называется Дханья Кали, Милостивый Век Кали. Он говорит, у меня есть только одно условие. Мое условие, чтобы получить мою милость, свободно раздавать контейнер, если они имеют контейнер, то очень хорошо. Если нет, то дайте им контейнер. То есть Махапрабу это настроение Радхи, он не Кришна, то есть не находится в настроении Вайчи, продавца, бизнеса. Он просто хочет раздавать, есть ли сосуд под это богатство, под эту любовь или нет. Он всем дает сосуд и богатство наполнит. Сосуд. И он раздает чистое преданное служение, бескорыстное, непрерывное, чистое преданаслужение, особенно в настроении Враджа, Враджа Пряма. И особенно умно-уджуаласва Бхакти Шрием, то есть настроение Манджари, служанок Шримати Раддики. И как они могут это обрести? Воспеванием Святого Имени, Харе Кришна Махамантры. И он пришел не один, с ним пришли его вечные спутники, особенно Манджари. Принявший образ Рупа Гасвами, Рагунатхи Гасвами, это Рупа Манджари, Рати Манджари, Сантна Гасвами, это Лабанга Манджари. Махаправу дал наставление своим спутникам, отправляйтесь повсюду. Особенно во Вриндау, это Шри Стргасвами. А Махаправу он отправил в Бенгалию, проповедовать в Бенгалию. Потому что там была сильная необходимость в этом, сильная нужда. Там была нужна особая милость. Поэтому распространяй там славу Харинаму Сан-Киртаны. И если они не могли повторять Харе Кришне Махамантры, он просил их повторить хотя бы один раз Гауранга. Бадья Горанга, Каха Горанга. Сан-Намари. 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 И когда Махаправуд танцует и поет в доме Шриваса, нет равных ему во всем мире. И он постоянно плачет. И сейчас Радарани счастлива. Потому что в играх во Вриндауне она не может громко звать Кришна, 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 петь его имя. Потому что мама ее мужа, дочь, мама ее мужа спросят, чем это она занимается таким. Почему она зовет этого черного, который такой как-то озорник, плут, плут. Подросток, который хочет танцевать с девочками. Поэтому она боится из-за них громко произносить его имя. Но у нее есть сильное желание петь его имена громко, со всем сердцем. И сейчас в Аударья Лиле, то есть в самых милостивых играх, Рада и Кришна, читание, в настроении Радхи. День и ночь. Нас слышно? Нас слышно? Мадави? We can hear. Okay. Day and night, 24 hours. Кришна, Кришна, Кришна. Always chanting. День и ночь. Он взывает. Кришна, Кришна, Кришна. Please protect me. Пожалуйста, защити меня, Ракша-мам. Ракша-мам. I want to always have the love and affection for you. Я хочу любить тебя и заботиться о тебе. In very sweet mood of Shri Mati Radharani. So we want to worship that Krishna, and that Krishna can help us, because he's telling and guiding by Sigurupada Padma, by Shnavas. He's guiding all living entities with the help of scripture or Goswami literature, their commentaries. He's guiding everyone to obtain the topmost goal. И этот Кришна, то есть читание на стороне Радхи, он помогает всем дживам сейчас в форме духовного учителя, в форме Гуру Дева, в форме Вайшнава. Они руководят духовной жизнью. Is this answering the question? Мадавей, Вараджан Прабху спрашивает, был ли ответ на твой вопрос? Он был очень развернутый, но так вот, вот Вараджан Прабху так ответил. Как это вот, как это все? От Кришны к Шимати Радхи? I told what you gave a very elaborate answer, how from Krishna to Шимати Радхи? When Rādhārāṇi loves Krishna, and Krishna loves Himati Rādhārāṇi, when their love meets in the middle, Mahāpārāṇi manifest. Кришна любит Rādhārāṇi, Rādhārāṇi любит Кришну, и когда их любовь встречается посередине, появляется читание Махāpārāṇi. If they don't love each other, we don't want to worship Rādhārāṇi, Krishna. Если бы они не любили друг друга, то нам было неинтересно поклоняться им. Савдху-ра-праим-ки-джай, Mahāpārāṇi, Krishna. Маха-праим-ки-джай, Krishna. Еще вопросы, more questions. 4.30 also, Russian and German class. Yeah, for me, give class, Mahāpārāṇi. I give every day. No, 4.30 in German. I have German devotee. Madhavi, I'll ask the second question. Madhavi has a second question from Rādhārāsudanīdi Vyors. CV. I will read translation. I will read translation. I will read translation. To the glories of Maharaj Vrishabhanu's daughter, Sri Radhika, the beautiful dust of those lotus feet is hardly attained by the Lord Brahma, Lord Shiva and others. And those merciful glens, which is endowed with the most astonishing prowess, showers the nectar of the essence of all human truths, means goals, love of God. По-русски. Я предлагаю мои поклоны славе дочери Махараджа Vrishabhanu, Sri Radhiki, прекрасной пыли с её лотосный столб, который труднодостижима даже Господом Брахмой и Господом Шивой, и чей милостивый взгляд, который исполнен наиболее изумительной доблести, проливает нектар сути всех человеческих целей, устремлений, то есть любовь к Богу. То есть один её взгляд дарует любовь к Богу. Продолжение следует... This dust from the lotus feet of Shematri Radhika является очень сложно к тебе, и не только однозначно Брахма и Шива. Как мы можем дарить его и принимать? And what is the proper vision of ourselves as, how to say, unworthy persons, of apatita? And how possible to describe the nature of this dust from her lotus feet? I will translate again. The dust from the lotus feet of Shematradhika hardly attained by Lord Brahma, Shiva. That's what's written here. And how we can hope to reach it? And what is the proper vision of our position as unworthy apatita? And it's one question. How we can hope to attain it? And what is the proper vision of ourselves? But how we are low and apatita? And one more question. How to describe the nature of these dusts from lotus feet of Shematradhika? Yeah, three questions. How we can obtain, if it is even difficult, for Brahma and Shiva. And what is the nature of the dust? Yes, what's the nature of the dust? How we can describe the nature of the dust? Yes. And what is the proper vision of our low and fallen position? Yes, what is the proper position of our proper perception? We are so low and so fallen. Yes. What is it? That's how we can hope to obtain that dust. So lucky are those who have received the three powers of Shri Guru. Поэтому очень удачливы те, кто обрели милость Shri Guru-Deva. И постепенно, постепенно, шаг за шагом, эта милость проявится в сердце Дживы тех, кто находится в общении с Shri Guru-Devом. И уже есть уверенность, что однажды я обрету это богатство служения как Радапаля-Даси. Мы живы существа, а мы вышли из энергии Татастха. Кришне-Ре-Татастха-Схакти, Веда-Веда-Пракас. И хотя мы очень маленькие и незначительные, и забыли свое истинное положение как духовных существ, мы пришли в правильный момент. Вы знаете, что самая большая волна в океане – цунами? А если цунами столь огромный, что это цунами на поверхности Вселенского океана, то есть это цунами, который накрывает всю Вселенную, как можно избежать эту волну? Куда где спрятаться? Это цунами любви, который проявил читание Махаправу в своих играх. Даже Господь Брахма хочет участвовать в его лилах, в его киртане, когда проявляется это настроение. Он пришел в игры Гауранги как Наама Ачария, то есть учитель воспевания с того имени, как Харида Астакур. Даже Господь Шива хочет участвовать в его играх. То есть он как Маха Вишну, Сада Шива. Он пришел в образе Адвайта Ачария, чтобы принять в играх читания Махаправу. Махаправу принес премадхан, величайший дар любви. И они помогают ему, содействуют в том, чтобы раздавать это богатство. Поэтому живые существа так удачливы, которые пришли сейчас, в то время, когда во Вселенной происходит наводнение преми. Но в начале живое существо может не осознавать, что оно оказалось в момент наводнения. Знаете, вот как манго. В начале созревания манго зеленое. Там нет, оно не такое вкусное. Если хотите, можете сделать из него чатни. Но когда манго созревает, тогда там появляется вкус, сладостный вкус. И когда поминутся садусангами, наше сознание возвышается, в нам киртами возбивается то имени. Тогда мы очень легко можем обрести желанную цель, любовь к Богу. Но необходимо жажда, нужно жаждать этого. Я хочу лишь одного. Это Рада Пальядаси. Единственный секрет, это быть под руководством моего Гуру Дева. И мой Гуру Дев очень добрый и очень милостивый. А Шричтань Махапрабу известен как намо-маха-ваданьяя, то есть самый милостивый. А Шрила Рупа Госвами, его посылатель, намо-маха-маха-ваданьяя, еще более-более милостивый. А Шрила Гуру Дев намо-маха-маха-маха-маха-ваданьяя, еще более-более-более милостивый. Потому что они выхватили нас из потока нашей жизни своей милостью. И вдохновляют нас быть на стороне Шримати Радарани. Всегда быть на стороне и следовать за нашими первыми ачарями, Махаджанами, Госвами. Особенно расик-джанами. Особенно Вишна Чакарвар Такур. Шил Бхакти Вина Такур. То есть мы хотим следовать за ними, быть их последователями. И Гуру Дев будет очень счастлив, если мы будем в их обществе. Однажды предные обратились к Гуру Деву, И они сказали ему, у нас не всегда получается быть саду. Мы чувствуем влечение, но... Саду очень добры и очень милости. Они всегда хотят усилить твердую веру духовного учителя. Чтобы мы могли стать идеальными посылателями Рупагасами, Рупанугами. И что Гуру Дев сказал, Шил Наренга Самараш сказал, я буду очень счастлив, если кто-либо поможет вам в Бхакти. Я буду чувствовать себя в долгу перед ними. Поэтому мы помогаем друг другу, чтобы наши качества, наши сердца становились все более и более сладостными. Так проявится наша удача по милости Шилы Гуру Дева. Сердце должно быть счастливым. Это наиболее важно. И Махапрабху обеспечил, чтобы весь путь был счастливым, может немножко в начале горько. И игры Аштакали Лилы Сачтанна Махапру проявятся в сердце. Поэтому мы очень удачны, что Гуру Дев даровал нам Ишта. И то, что мы чувствуем себя наиболее бесполезными и падшими, это очень хорошо. Потому что когда Кришна видит такое состояние души, он проникается с жаждой, комочей и дать ей как можно больше. Больше, больше. Too much mercy. Otherwise, no hope for living and peace. А иначе никакой надежды в живот существам. Sadhu Sangha, Sadhu Sangha, Saravashashashakhoi, Lava Matra, Sadhu Sangha, Saravashashashakhoi. И как написано в Читании Чаритамрити, что все совершенства, то есть любовь к Богу, проявятся в сердце животного, просто благодаря мгновению, даже частице мгновения общения с такого рода саду. Я сейчас просмотрю еще раз ваш вопрос. Там еще про природу трансцендентной пыли в Шимате-Радике, я не знаю, как это можно рассказать. Мадави is asking how to describe the nature of dust of lotus feet of Шимате-Радика. Мы сейчас подождем, сейчас выражаем с Дрогосвободицей, мы сидим на вопрос по телефону. И продолжим слушать. Я напомню этот вопрос. Субтитры делал DimaTorzok. 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 В трансцендентной реальности все преданы очень сильно привлечены к трансцендентной красоте Щи Кришны. Настолько, что они настолько погружены в красоту Его образа, что они принимают такой же образ. Внешне становится похожим. И поэтому Удава выглядел так же красиво внешне, как Кришна. Like Кришна. Because of his devotion and his service outstanding. Из-за своей преданности и из-за своего необычайного служения. А Кришна в этот момент никак не мог забыть. Каждый день он не мог, из памяти не выходили Браджабаси. И в его сердце было так много разлуки. Но не было никого в Мадхуре, с кем бы он мог разделить свою боль и разлуки. Если кто-то счастлив, он старается поделиться своим счастьем со всеми. Тогда счастье усиливается, увеличивается. А когда кто-то несчастен, испытывая разлуку, то когда кто-то испытывает разлуку, боль и разлуки, то он может уменьшить боль и разлуки, если с кем-то поделится ею. И поэтому гопи постоянно, они говорят друг с другом, когда находятся в разлуке с Кришной. При этом внутренне они чувствуют полную связь с Кришной. Трансцендентная разлука означает внешняя разлука, а внутри встреча, внутри вместе быть. Даже в этом мире это происходит. Когда мы с кем-то разлучены, кто нам очень дорог, мы будем внутренне ощущать связь с этим человеком. Но в трансцендентной реальности встречи происходят постоянно. Таково качество трансцендентной любви. Но никто в Матхуре не мог понять любви Кришны, его разлуку, его боль по Радхаране, по другим гопи во Врадже, потому что никто из них не бывал во Врадже. Они лишь немного слышали что-то. Но их вера была в царское богатство, в эту роскошь. И они все верят, что Кришна на самом деле сын от Васудевы Махараджа. И Деваки. И Деваки. Они не знали подлинного секрета, что на самом деле Кришна думает, что мы настоящий отец, это Нанда Баба. И он хотел хоть с кем-то поделиться. Он подумал, ну, может быть, Удава сможет однажды понять это. Если я пошел во Вриндаван, то он научится там любви ко мне у них. Тогда, когда он вернется оттуда из Вриндавана, я смогу делиться с ним болью, своей разлуки. Потому что это уже нестерпимо, мне надо хоть с кем-то поделиться. То есть на самом деле Кришна в разлуке, в Матхури страдал больше, чем в Гопи. Он был один, ему не с кем было поделиться своей болью. Поэтому он отправляется Удаву во Вриндаван и говорит, учись там у них любви. Что значит любить меня? А также передай им мое послание. Скажи им, что я всегда с ними. И он дал ему много разных идей. Такие югические идеи о нем и его отношения к Сгопи, всякие там логические санки, философии санки. Например, я Верховный Господь, я повсюду, потому что я всегда с вами. Не беспокойтесь, успокойтесь, будьте умиротворены. Таким образом, он хотел, чтобы Удава передал им послание от него, а у них научился любви к нему. А Удава говорит ему, но я не могу оставить, я даже на одно мгновение. У меня так много любви к тебе. Даже на полом мгновение не могу тебя оставить. Поэтому, пожалуйста, не поступай так со мной. Он говорит, Удава, ты не понимаешь, действительно, здесь, в Матхури, я присутствую лишь частично, совсем немножко. Лишь несколько процентов меняют здесь. Но если ты хочешь почувствовать, что значит, я присутствую на все 108 процентов, отправляйся во Вриндаван. Так, с тяжелым сердцем, Удава отправился во Вриндаван. Он отправился к Нанди Махараджу, еще до Майи. Он пытался умиротворить их, успокоить. Он сказал им, вы так счастливы, что вы плачете за вашим сыном. Вы думаете, он ваш сын? Его Супременная личность. Они сказали, Удава, вы не понимаете, что мы плачем за ним. И как он пытался их утешить? Он сказал, вы плачете по Кришне, но вы не понимаете, кто он такой. Он же Верховный Господь. А Ананда Бабайма отвечает, тем, что ты сказал, ты сделал мне еще хуже, потому что, оказывается, я не только сына потерял, но я еще и Бога потерял. Удава, у тебя еще молочные зубы не выросли. И тогда Удава подумал, да, не успеш, миссия не завершилась, я пойду к Гопе, передам им послание Кришны. Я не понимаю, как любят Нанда и Шодо Кришну. Они лишь хотят Его, то есть Кришны счастья, хотят Его вернуть во Вриндауну и любить Его, как своего сына. И они верят, что Он может быть счастлив только тогда, когда Он будет с ними, когда они будут его любить, как сына. Тогда Он будет вместе с ними, тогда Он может сыграть с своими любимыми как-то, животными, щенками, котятами, я не знаю, телятами. Тогда Он сможет снова пасти своих коров, играть на флейте. И Он сможет снова так красиво танцевать вместе с своими друзьями, пастушками. И также с Гопи. И они понимают, что как Он может быть там счастлив, пусть Он не счастлив и там полная свобода. Поэтому они думают, что Кришна должен вернуться в Вриндаван, тогда Он будет счастлив. И мы будем счастливы. Но Его счастье прежде всего. И теперь Уддава отправляется к Гопи. Он пытается утешить Гопи. Он передает им послание Кришны. А Гопи им отвечают, отправляйся к йоге. Они тебе поверят в твоё послание. Мы простые женщины, мы пастушки. У нас лишь одно желание, чтобы Кришна вернулся сюда. Как можно быстрее. Тогда мы знаем, что Он будет счастлив. Он пообещал нам, что Он вернётся через день. На санскрите это звучит так «кал паршум». Он сказал завтра или послезавтра. Но мы знаем, что Он самый большой обманщик. Потому что завтра никогда не наступит. Что уж говорить о послезавтра. Потому что завтра, потом Он скажет «снова завтра». То есть завтра это как когда-то там в будущем, никогда которое не наступит. Поэтому они сказали, то есть Гопи сказали Удаве, отправляйся к йогам, они поверят в твоё послание. Удава попросился, пожалуйста, позволь мне побыть некоторыми с вами, чтобы понять вашу любовь, обучиться вашей любви. Они сказали «Хорошо, но тебе нужно сдать входной экзамен в нашу школу». Для этого тебе нужно оценить, то есть осознать ценность того, что в нашем сердце. Их настроение разлуки настолько сильно, они не могут забыть Его даже на мгновение. Поэтому они махабхава постоянно присутствуют в сердце полностью. А он не мог это понять, поэтому не мог войти в эту школу. и он задирает голову, чтобы увидеть, где вершина любви этих девушек. И он задирает голову всё выше, выше, а эта гора выше, чем гора Сумеру, в смысле, чем гора Эверест в нашем мире. И когда он поднимал голову, его головной убор разума слетел с него. он был полностью изумлен от их любви, и в таком состоянии, как это называется, как это называется, то есть, когда он был настолько очарован возвышенность всех любви, он просто потерял разум, то есть, он был изумлен очень сильно. А если он не пройдет экзамен, то он не сможет вернуться в Мадхуру. А если он пройдет экзамен, то он всегда останется в этой школе, и он не вернется в Мадхуру. Поэтому он вернулся в Мадхуру и сказал Кришне, я не смог понять, насколько возвышена их любовь, насколько велика их любовь. в Мадхуру. Он говорит, С чьих стоп я мечтаю, я мечтаю стать просто маленьким кустиком возле Гавардхана, недалеко от Радакунда, даже не просто кустиком, стать маленькой травинкой, чтобы на эту травинку упала маленькая пылинка, частичка даже пылинки со стоп этой особой гопи, когда она идет на Радакунду. То есть Удава не смог понять, если Удава не смог это понять, что я тогда смогу объяснить? Я хочу эту пыль, я хочу эту пыль. Поэтому мы нуждаемся в том, чтобы быть в обществе Расика Вайшнава, в обществе гуру, который Расика, у которого есть эта пыль, собственно, стопшей Матерадики. Тогда нет никакой необходимости в понимании. Просто быть рядом всегда.